христос посреди нас мои родные любимые христолюбцы все брат и сестры во христе всем желаю радости веселья в господи всем желаю возрасти в совершенный христов возраст по его образу его учению оставлены нам в евангелии что 11 ролик по вопросам ответа еще один день мы уделим нашему антону новику если это настоящее время естественно он активизировался хотя еще по мой ролик не посмотрев не хотя они посмотрят потому что этот мой ролик который я 10 выложил по его комментариям вышел позже чем вот эти все комментарии я естественно весь уже этот бред зачитывать не буду я вам просто покажу что люди просто такое ощущение что ведь просто одержимы не зря их павел дал им прекрасное определение жалов плоти то люди которые по моему хлебом не корми дай кого-нибудь просто пожарить я вам даже все это читать не буду вы видите я просто этот человек сам в начало все время закидывать чьими-то ссылками вот профессор пестон его видимо любимый он все риму ссылал ну и смысл вам понятен да дьявол прельщавшие их слова лезть обозначает обман и пошло поехал то же самое недавно написал твоему другу евгению ну девять ярого то есть он не только меня жалит это просто люди просто не могут чтобы не сосать чужую кровь по-другому жизни они свои на просто не представляют в пицце в кого-нибудь и выносить его мозг все-таки он скидывает сюда статью опять бренчанинов опять начал ну я вам просто начал зачитывайся бред читать даже не хочу я уже вот так глазами проглядывая они тут три ссылки архимандрит рафаил карелин архимандрит рафаил карелин которую точно также самого в прелести обвиняют и свидетель гнать и бренчанинов как вы думаете я буду читать дима ты неправильно понимаешь евангелие совет это я это он не говорит я слышал твое понимание у тебя на канале вот мы заходили там ничего нет выложи свое правильное понимание мы тебя послушаем или у тебя благословения нет тогда куда-то вообще зубы своей точишь дима ты неправильно понимаешь евангелие совету тебя почитать профессора горского труд под названием история евангельская история евангельская и церкви апостольской это он не советует да я все это давно читал все это бред весь этот православный читал я все это и выкинул на помойку ни разу не пожалев ни разу мне ты что меня хоть словом профессор удивить удивить мирскими этими наградами что ли для что иисус христос когда увидел что к храму относятся не пренебрежительно опечалился и никогда он не называл храм капищем сатаны а назвал его домом его отца ну все таки мы секундочку откроем до евангелия тайна мы узнаем что оказывается иисус конечно язычник это не вместит этого когда господь вы помните в храм-то зашел да я на богослов нам описывает абсолютно другие вещи можно конечно понаворовать из синоптиков эти вещи вы помните когда господь зашел в дом отца и начал там все это переворачивать все это рассыпать и сказал продающим голубей возьмите отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли поэтому ученики вспомнили что на бизнес написано ревность по доме твоем пожирает меня на это людей сказали каким знанием докажешь ты нам что имеешь власть так поступать иисус сказал в ответ разрушьте храм этот это он опечалился это он дом отца называл капище вот это нет разрушьте храм это он опечалился что он 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 по какому поводу печали я вижу что иисус христос опечалился по тому поводу что он вообще стоит на этом на этой земле это он кому вот это вот втирает вот этот дядечка кто он там есть и не знаю я думаю что это какой православный пенсионер которым делать нечего он сидит строчит целыми днями эти сообщения сегодня мы этого дядечку в угол поставим разрушите храм этот это он опечалился иисус это ты кому будешь рассказывать и я в три дня воздвиг на его на это сказали иудеи храм этот строился 46 лет храм этот из кирпичей и ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тело своего 21 стих евангелия тана 2 главы когда же воскрес он из мертвых то ученики его вспомнили что он говорил так и поверили писанию и слову которое сказал иисус иисус говорил о храме тело своего они об этом капище и ты вот эту вот лапшу можешь вешать кому угодно только не мне он домом отца назвал свое тело в котором и пребывал сам и сказал раздружьте я в три дня вас воздвигну его и когда его разрушили убили он им правда предлагал раздолбать этот который 46 лет трос они его убили а он в три дня воскрес через три дня так что эти комментарии я пропускаю чтобы люди видели на которой я ролик записываю вот а человек этого отправляю в бан причина читать это целыми днями у нет никакого желания это пока пять только сейчас вы увидите на лаве еще и десяток он забивает я же ничего не вижу люди пишут мне приходит уведомление захожу и вот он это все время чушь мне несет зачем это он только один первый уже еще два активировались сегодня на них я не буду обращать внимание они так что-то какой-то пока с осторожностью пишет понимает что завтра в бану летят и так понимаю посмотрим что они дальше будет сидел вот она этого я вот заблокировать пользователя вот пальмовая ветка одна взята настройки сообщества вот у меня есть одобренный я вам показывал да и вот появился антон новиков заблокировал зачем мне все читать вы же видели забивает все я буду это целыми днями читать это он пока первый активизировался они увидели может что там переходим на второй канал на life они сейчас не сразу-то раскусит что я амнистию провел кто-то ролик увидит кто-то еще что-то зачем я все и будут читать зачем он что-то начал строчить на всех трех каналах сотнями сейчас и как мы видим ни одному мне он всем блогерам пишет и всем на кому только вообще не лень ты пишешь человек вообще что в голове он кстати значит и в миру так живет тычет своих родственников друзей жену детей сто процентов посмотреть сколько он мне написал на лаве у меня все это висит вот на рассмотрении сообщения я захожу думаю который появился здравый может человек новый то что все у меня комментарии стоят на автомате изначально на рассмотрение потом со временем я вижу человек адекватный неважно взять что мне панигири кипает пусть высказывает свое мнение но это что такое человек обо мне думаю что я сумасшедший в прелести еретик ну что он не доброго скажет да ничего все его комментарии на что направлено ничего не евангельского не скажет просто будет вам всякие бреда не скидывать по поводу того что ты в прелести все ссылки вы же видели я даже считать не стал тот бред почему говорю что вот его только последний комментарий на тот ролик который я к нему сделал еще добавил кстати только что помню четыре часа назад но вот он 10 это послушает все он еще вчера на строчил как я только тот записал вам и через час еще он появилась вон они 19 часов назад я вчера утром писал сейчас опять утром пишу 24 часа назад я записал через четыре часа еще 12 комментариев появилась его я не вижу нормальных людей которые пишут они же все в куче не приходит уведомление я реагирую тоже не хочется пропустить комментарий почитать что там человека допустим вижу кто-то другой дима все задумайся над этими словами евангелия человек цитирует послание иакова называет его евангелем это не евангелие он даже небо не понимает определение евангелия евангелие лука дал в своей второй книге он даже книгу деяния не называл евангелие он гадяте вторую книгу пишу вернее 1 книг написал о всем что делать чему учил иисус христос вот определение евангелия это жизни учение сухриста который каждый последует поэтому мы называемся последовательными учениками а вторую книгу он пишет о том что делали ученики мне интересно вот возраст этого человека это у нее евангелие послание кого это не евангелие на нем написано послание кого ты понимаешь разница разница огромная между человеком и богом бог был есть и будет а ты создан братья мои немногие делать с учителями а то я послание кого не читал вот этот плевание стихами ты запиши ролик я посмотрю на тебя запиши новый сайт я тебя послушаю какую чушь ты несешь знаю что мы подвергнемся большему осуждению бы все мы много согрешаем то все пиши вы все обычно любишь это грешник ты же в прошлом ролике очень много об этом писал но и вот этот бред я пропущу сегодня это же здесь забавно я не хочу а при части я так и знал что до этого это прошлый ролик удивительно я сам не стал трогать раз уж не было мотива и я все вообще говорить не хочу вы знаете есть плейлист там больше 25 роликов уже когда я читал все эти места в писании все это кому нужен очень легко найти без всякой ссылки ну ссылки есть все в описании кстати кому искать трудно к ролику всегда этом уже добавил в автомате там добавляются и новый завет весь и слайва вот которые по плейлистам собирал по каким-то тематическим названием тело иисуса христа его плоть и кровь причастие божеское естество как-то так его назвал вот ну что вот это у меня будет стихами плевать по одному стиху как сам претендует на роль православного как протестант как они говорят посмотреть 127 один стих 16 1 я что не читал этого что вот я буду этот бред целыми дней читать конечно не буду вчера кто-то там написал комментарий типа да ладно над тебе все это да я хочу просто поделиться опытом вот и все конечно следующая я хочу публично увидеть все делаю а конечно следующую амнистию я буду на и проводить все равно эти амнистии или раз полгода или раз в год вот но конечно же уже публично то все записывать то что скорее все амнистированный ничего не не изменит своей жизни я буду просто обратно в банк послать конечно вам весь этот бред я больше зачитывать не буду что тут интересно то ничего веками в христианской церкви в какой христианской церкви существовало причащение иерархии а ты весь этот опыт отрицаешь вот упоминание причащение иерархии из евангелия ну я бред от читать мы не будем вы знаете у меня я не будучи с мне есть плейлист там не на вырованных стихах все по контексту я даю поэтому не нет смысла давать ответ этому человеку сейчас здесь вот а то что у тебя веками существовало уже культе ортодоксии и православие к статалицизма это государственная религия на никакого отношения к христианства не имеет а то что они бы для тяну так и правильно да назовем или как назвать то рабов это религия рабов конечно государство удобно чтобы тыкали будьте смиренными будьте кроткими будьте лохами батрачьте на нас это удобно государству чтобы революции лишний раз не было это ветка государство давит по плоти палкой полиции армии и еще духовно забивать людей ну кто-то бунтует на это маленький процент людей их можно за души это религия рабов это палка государственная две палки духовные телесные армия и как и назвать религии другом по-другому и нет название вот если три лиги рабов и по плоти и по духу из вас рабов сделали это никакого отношения христианство не имеет то что вы там что-то поднабрали это тоже самое в коммунизме было вот и все тем людям которые вам так говорят сами не живут сами утопают в грехе любые правители утопают в грехе а вас это мучит чтобы вы не не быковали внизу какая тут связь с христианством с истинным нет только завтра эти же папы вас благословят в ад через убийство на войне и все отправят в ад через убийство на войне все и грех за грехом завтра же благословят вам разводы и десятикратные женитьбы так что кому ты будешь вот эту чушь втирать про иерархию про историчность там все это это религиозно это государственная религия рабов вот и все и ничего в ней осуществу а то что где существует культ языческий культ булка бога и иерархия как ты говоришь который христос не ставил сатанинскую иерархию тоже кто господствует как господь сказал горит в мире князья все господствует у вас так не будет я никого у вас ни над кем не ставлю каждый раз когда они превозносились и хотели друг на другом править иисус делал все наоборот обратное горел кто хочет быть первым будьте всех последним вот только не тупой вот такой вот смирение я грешник супер грешник он имел ведут как раз вашу иерархию поэтому вы церковь сатаны сборище сатанинская вот и все ничего ничего другого о вас сказать нельзя иисус о вас это говорил если твое трактование благой вести правильное то почему она не стыкуется с прежними жившими отцами а почему она должна толковать стыковаться с ложью это государственная религия рабов какое она отношение к истине имеет это вы назвали истиной были всю жизнь истинные дети божьи и естественно них никто не знает потому что вы захватили власть точно так же как захватили те власть которым господь говорил вы дети дьявола почему ты не находишься с ними в одном русле почему я должен находиться в одном русле с ложью и с грехом я с иисусом я не с вашей религии рабов я к ней никакого отношения вообще не имею как получилось так что ты и христиане живущие до тебя разошлись во мнении они не христиане я не считаю ортодоксию с протестантизмом христианством это лжеучение удобное правителям всего мира а известно кто князь всего мира это его слуги этот для тебя ты их называешь христианат псевдо христианство ложь почему весь многовековой опыт церкви не церкви а религии государственные смотрят на духовные вещи другими глазами известно почему какой у них князь мира они смотрят соответственно эти вещи как оказалось что ты остался вне этого магна многовекового опыта многовековая ересь в гордом одиночестве вот такие вопросы слушая тебя всплывают да я лучше за иисусом по воде пойду чем с вами в одной лодке от иисуса плыть в гордом одиночестве петр пошел к иисусу в гордом и мне лучше быть с иисусом чем с вами со всеми в этой лодке плывущие от иисуса плывить куда хотите до государственной религии как любая история вся история это обман все что нам подпихивают там грамм правда стальная ложь ты никогда не узнаешь правду ни о какой войне не а второй не а первыми этих переворотах не о том что там наверху творится на не об этих дележках ты ничего не узнаешь вся церковная история которую тебе подают впихивают это все государственные религии ты государственная история религиозная история вот этой религии рабов это никакого отношения к истине не имеет я в конце подытожу свою мысль сейчас пока комментарии вот эти я пропускаю естественно этом канале вот тоже забаню мне весь этот бред читать целыми днями вы просто не писать насколько это уходит время на это это кажется твоя ошибка дима в том что ты свою личную интерпретацию божественного откровения выдаешь звучание все церкви я вообще не выдаю ни за какой я во первых ничего еще в прошлом ролике написал я ничего не интерпретируем я ничего не толку я просто внимательно читаю писание и пас и следую ему второе божественное откровение которую ты называешь небось тоже библию словом божьим до выдаешь звучание всей церкви я ни за какую ваше учение церкви не выдаю я передаю учение иисуса все об а учение о святости о любви человека к человеку о радости жизни о мире души и по возможностю со всеми по возможности но не с ложью а долготерпение и упование в скорбях а смирение только не вашим прихлебайстве а смирение непревозношение над человеком ты никогда меня в личном превозношении не сможешь укорить в нечиславии то есть кротости и это не забитость и это не скромность какая-то природная потухшие пать поникшие глаза нет я от тебя никаких панигириков вообще не требую и никого не прошу мне их пить а если мне люди добрые слова говори как и я другим говорю и добрые и ласковые слова и комплименты делаю если ты не умеешь этого делать пойди научись так что никакое заучение всей церкви тем более что имеешь в виду опять свой сборище сатанинской я не выдаю я передаю что и делали его первые ученики и его учение читаю его историю жизни и его учения все вот все чем я занимаюсь но об этом я не раз говорю такого презренного отношения к прежде жившим святым отцам я еще не встречал я не верю ни в твоих отцов в их не святость особенно как она написана я вообще и не верю и не считаю это святостью и жили они или нет прежде я понятия не имею это все подвальные монастырские байки и сейчас мы я подытожу одной мысль хочу просто сегодня вот это особенно ортодокс ортодоксально помешанная человека я скажу свою мысль а по по поводу вообще ортодоксии всего этого бреда не ошибка димы по моему мнению в том что он изучает слово божье но началось опять слово божье они ищут себя от протестантов пытается отделить до 1 1 помесь не ориентируясь на святотельскую экзогетику до слот лет такого не знать что тут умничаешь знают ли что такое экзогетика слов твой умных нахватались он изучая евангелие опирается только на свой ум игнорируя весь предыдущий опыт церкви не опыт обрядание религии рабов государственный мне он не интересен это религия сатаны учения сатаны это вообще никакого отношения к телу христовыми я не что вообще не опираюсь я просто читаю исследуя учению с христа вот и все и другие моего читают отбросив все толкование вот им толкование я ничего не толкую я просто говорю открытые прямо то что есть что были до него он провозгласил свое толкование единственно верным ну не гордыня ли это я еще раз тебе говорю дорогой мой я ничего не толкую и никакой единственно свое толкование верным не называю ты по-своему понимаешь хорошо скажи ягра я чет на твоем канале даже твоего исповедания христианства не слышал кто то есть язычник то для меня вот и все пустая аватарка так потом он приведет в этом длинном комментарии опять как архимандрита рафаэла карелина мы бред читать не будем а то что он написал мы прочтем недаром говорят горе от ума дима хочет проникнуть проникнуть в смысл евангелия ну а ты зря что ты не хочешь не с помощью а благодать святого духа а с помощью своего падшего ума он хочет скрыть евангелие как консервную банку своим умом вместо того чтобы воспользоваться тем предметом который для этого предназначен сколько красивых высокопарных слов а ты-то вскрыл благодатный ты наш где ж ты светишь ты в миру ты я тебя ведь не и светильник господь ставит чтобы он светил а где ты сидишь в каком подвале ты такой светильник сияющий и освещающий всех где ты есть то кто ты кто ты яви себя миру раз ты такой праведник то из ты меня учишь господь сказал сотвори и научи покажи мне как ты святым духом правильно понимаешь писание или у тебя языка нет или ты готов только и жалить этим языком людей где твоя благая весть где твое учительство раз ты такой благодатный яви себя миру то господь сказал сотвори научи чё ты меня учишь сам ты кто кто то есть никто ноль без палки где ты есть я тебя знать не знаю даже вот это имя с фамилией ничего не значит она может быть вымышленным псевдонимом как угодно кто то есть покажись ты ты меня осуждаешь ты меня учишь ты сотворил сам-то ты открыл духом святым евангелие ну-ка покажи-ка людям без благодати понять смысл евангель невозможно покажи раз ты так умный раз ты об этом пишешь ты сам-то понял его благодатью специально весь этот бред зачитываю сама мысль что все живущие христиане до меня не смогли проникнуть смысл евангельского этого не говорил христиане до меня живущих было полным полно и все они проникали жили и входили в царство небесное только ваша религиозная государственная религия рабов конечно о них никто не знает они всегда были неизвестны как об этом писали еще апостол они скитались по горам в овечьих шкурах козьих ножек туда входят простые люди живущие по евангелии они ваши уже учителя уже учителя будут судиться с дьяволом который несут неизвестно какую чепухню людям поэтому христиане конькрас а так читать не надо не так потому что это он сам себе потом отвечает ты дима говорит что христос всех спасет так как бог есть любовь связи с этим вопросами так это мы с вами чё в прошлый раз иногда youtube а что-то я не пойму ну вот видите у ютуба будет глюки казалось бы мы с вами прошлый раз я точно помню сообщение читали оно стоит как даже неодобренное такого быть не может но может быть потому что дальше он сам себе отвечает и youtube их делает как такие дать дальше это вы помните да он все писал про разбойника я ему объяснил что в тебе любви никакой нету я давно смотрю дима его ролики для меня дмитрий яркий пример прельщенного человека в его лице хорошо видно как гордость и самомнения превращают человека в игрушку дьявола напыщенное себе мнение человек вот в жизни какой свет он несет нет это обычная жало вот и все ангел сатаны но он кроме того как жалит людей ничего не умеет по крайней мере для меня чего ты мне доброго сделал где люди засвидетельствуют твою доброту где они есть они эти люди напыщенное себе мнение рождающийся от этого постоянное уничижение других это я у других уничижаем да ты меня сатаной прельщенным кем только не назвал же учить уже миллион раз это не я к тебе стучусь в монастырь а ты ко мне ломишься все время я лично никого я тебя то вот так говорю тебе только потому что ты невидимка я уже много раз говорил мы заставил помиримся никто об этом не узнает я не буду всем кричать я взял верх над этим братом вот он видите вот этот человек я победил его нет никто об этом не узнает но тебе я объясняю по-русски иисус петру сказал отойди от меня сатана вот и я тебе говорю отойди от меня вот от этого постоянного уничижения других да если слышишь некоторые мои проповеди на лаве прямым текстом как иисус говорил законник встает и горит и нас обижаешься иисус там всем сказал горе сказал за что и даже законник стоит и ты нас обижаешь ты вам законникам горе и объясняет почему потому что вы налагаете на людей бремена неудобно осимы сами пальцем не дотрагивайтесь вот в чем вся суть проповеди димы до моей проповеди все люди знают где твое исповедание христианство я не вижу превознесение себя уничижения других вот основной посыл всех проповеди димы до кого я уничижил каждая проповедь дима это камень чужой огород он как бы постоянно говорит все дураки православные католики протестанты я когда говорю даже как бы не протестантизм как определение как лжеучения а протестанты католики я говорил потому что так поступал иисус он говорил вы фарисеи фарисеи было не обидное слово это были люди отделяющие себя от народа проклятого тип который все-таки давали более тщательное обед более тщательного не более чем а вообще исполнение хотя все равно не исполняли но обещались исполнять тоже закон этот весь а та да я со всеми преданиями человеков иисус им тыкал до горе вам фарисеи зато то зато то я делаю то же самое я научился этому иисусу он себе так позволял искал поступать так же на личность он не переходил а говорить это говорил один я дартаньян весь мир до него жил в заблуждении только сейчас да не весь мир жил есть люди полно людей в царстве божием то что ваше лжеучение до сих пор живет и будет жить учение станет до последних дней и господь придя на землю найдет ли веру да так и есть и вы выдаете что ваши десять этих чернил на бумаге это истина почему должен в это верить то и только сейчас дима им открыл наконец ты стенды и ничего не открывал она доступна в благодатное время каждому учащим и алчущими евангельской правда она вот она у каждого на полке сотри пыль то сколько не написал ты ничего христианского ни разу не написал и начни ее читать жалко церковь христова если она только после 2000 лет своего основания вдруг набрела на истину в лице димы до церковь христова это тело его она всегда существовала из его членов причем тут вот это уже церковь то государственная религия рабов она вообще какое отношение к телу христу уметь никакого вообще никакого ноль целых ноль десятых сама мысль что живущие христиане до меня не смогли проникнуть смысл его опять то же самое пишет он по сто раз одно и то же пишет не смогли проникнуть смысл евангельского благовестия да кто сказал что до меня просто ваши лжеучителя не смогли обычно люди проникали господь дал разум благодарю тебе господь что открыл это вот не вот этим вот умником а простым людям является произведением великой гордости и самом ней неужели дима думать что его толкование да нет ни мне никакого толкования просто читаю писание в разы лучше чем толкование святого златоуста ну почитайте вашу святого златоуста освещайте руки ваши а лица еретиков пожалуйста если это евангельское учение так живите но только это учение сатаны вы не устали я уже устал 30 минут это мы пробегаемся кратко сколько мы выкинули того бреда который он там посылкам надавал ну надо разочек это сделать ты дима говорит что христос всех спасет так а это мы с вами типа вот почему-то на дубляжом youtube его может это лаги ютубовский это он к моему ролику о жене девятьяре прежде чем давать советы начни сам сам их соблюдать ты говоришь что не следует никого осуждать так последует этому твоему совету перестань верующих людей с православной церкви я не называю я не считаю церкви называть соборищем сатанинскими то есть борище сатанинскими у вас иерархия ваша глава это тот самый те масоны сидят там все эти ваши иерархии все эти их не слуги соответственно все кто туда ходит и во всех этих беззакониях участвует есть понятно кто это не я называю господь сказал ваш отец дьявол почему чем вы занимаетесь там что вы проповедуете избалка сделали буга бубу из булки сделали бога уже учение разработали окрещение младенцев все под страхом булку не поел в ад пойдешь младенца не покрестил в ад пойдешь и все младенцы вот все грешники у вас в ад идут родину не защитил в ад пойдешь чего там понапридумали это есть сборище сатанинское вот и все поэтому я лично никого не осуждаю выйди из этого сборища и не будешь осужден вы участвуйте в этих беззаконних участвуйте заполонили всю церковь этой рак этим раком трагизм конфессии отпавших от православия а кто православие иисус проповедовал православие это никакой не христианин вообще иисус никакого православия не проповедовал заключается в том что там идет познание христа вне дух святого на 5 начинается ну ты выйди покажи каким духом святым ты там познаешь православие а через душевные силы самого человека опять много красивых высокопарных слов сейчас скажет в результате создается образ христа который не может возродить и спасти душу человека до образ христа это вы извращаете все время он есть в евангелии не надо туда ничего прибавлять и убавлять оттуда там все написано опять дает эти свои ссылки никудышные опять этого игнатия даже читать уже это не хочу там где обрывается фраза было написано что ты губишь себя и тех кто тебя служит но это люди пусть сами определяют куда они там гибнут они или спасаются наоборот не тебе судить и кстати дима комментарии надо читать не снизу вверх а сверху вниз так как одна мысль вытекает из другой не про не знаю ты откуда это знаешь ты я посмотрел те что канал есть ролики есть которым комментарии человек опять вот лезет даже туда кучу он не знает но я вот уже всех убрал вы просто не видите комментарии а да нет да вот же видно посмотрите четыре часа назад и пять часов назад комментарии читается снизу вверх если хочешь мысль ловить но вот как ты вот здесь сам себе отвечаешь на комментарии тут я согласен я тебе вот научу опять от опыта в отличие от тебе твоего опыта я знать не знаю люди лезут в то что они вообще не разбираются даже в этом не советы раздает вот наглядный пример четыре часа назад и пять часов назад комментарии поэтому если хочешь мысль как раз человека поймать ты читаешь снизу вверх его комментарии даже к одному ролику но если он в этом ролике а вот видите как идут деревом эти как комментарии комментарии значит он сам на свое комментарии читал ответить еще добавлял к нему что-то хотя сейчас есть функция изменить пожалуйста измени у тебя просто комментарии вот этот изменится зачем ты сам себе отвечаешь а раз они вот так вот стоят то они стоят как это он сам себе значит отвечал там есть изменить добавь свой комментарий да и все youtube не так давно добавил эту функцию может полгода назад я тебя научу как пользоваться только к сожалению мне ты больше писать не сможешь а вот этот комментарий да где деревом раскрыт надо читать сверху вниз а остальные снизу вверх так они открываются в личном кабинете я читаю их не не под не под роликами под роликами даже под роликами кстати ты читаешь снизу вверх то что первый комментарий уходит вниз а последний наверху появляются свежие даже под роликами здесь тоже самое ну ладно маленький тебе краткий курс ютубера и кстати дима комментария ну да видео в видеоролике под названием вопрос ответ номер 9 ты говоришь о том что бог есть любовь и он спасет в конечном итоге всех вот я и начал тебе писать что евангелие церкви так не учат это твоя секта так не учит а иисус так учил я это показал кто мои ролики знает притчи все иисуса но плоть и жестокосердие никогда этого не примет вы никогда не примете любовь божию вы всех грешников готовы в ад послать в царство божие войдет любой покаявшийся человек здесь там это не имеет никакого значения то что бог есть любовь и господь приточно сказала об этом жестоковый нам у народу которого распинал что-то говорить бесполезно ученики которые у не понимали буквально за несколько дней до его ареста смерти воскресенье вознесения они хотели молить бога чтобы он уничтожил целый город с людьми кому он будет рассказывать о всеобщем покаянии господь сказали о земном говорю вы мне не верите как буду говорить вам о небесном любовь безграничную божию может увидеть только человек с чистым сердцем вам этого не увидеть никогда по крайней до покаяниями никогда твоя ошибка опять мои ошибки он все собирает в том что ты свою личную интерпретацию божественной выдаешь за учение всей церкви сколько раз мы сегодня об этом прочитали вы скажите мне на здоровье сколько раз он мне уже тыкнул на это и я это должен читать каждый день они считают да нет родные так сейчас мы это одобрим почему я должен это читать каждый день некоторые я помню сейчас смущался они тыкали что типа ну вот ты же публичная личность давай теперь типа все все это все это помой терпи на своей голове да нет родные как вам youtube youtube вообще не делать комментарии я думаю что 10 лет назад как youtube только начал там из первый ролик когда ты смотрел какой появился на ютубе ну так и передачку не было никаких комментариев youtube добавил вам функцию ты можешь ей пользоваться но youtube добавил и мне возможность блокировать банить это мое право youtube не его дал эта площадка ты пользуешься своими возможностями и дарами какие-то дают я своими раз у тебя есть возможно ты же можешь не пользоваться можешь пользоваться значит и я могу пользоваться и не пользоваться сейчас у меня есть для чего мне дана эта функция чтобы я и пользовался а то что из этого делаешь выводы что я гордо или не хочу на своей голове помоется нужно поживи в помоях сядь пойди в болотную яму а лучше вот у каждого участного дома есть кто знает сливная яма метров 6 если у хорошая яма по идее копают туда три кольца вставляют 6 метров обычно может даже четыре с половиной скользко полтора ну желательно поглубже делать чтобы не каждый год там отсасывать кто-то до шести метров делает три кольца двух метров 80 ну около от четырех до шести метров ямы сливные это по-хорошему надо делать да посиди ковни я на тебя посмотрю итог со стороны все легко вот и жалишь целыми днями тебе делать нечего я на тебя посмотрю какой-то герой дима еще к тебе вопрос ты говоришь что не надо слушать никаких бреда не человека что нас слушать только то что говорит иисус христос сами и в связи с этим у меня к тебе вопрос как-то узнал о том что говорил иисус христос жившие 2000 лет назад ведь ты его сам лично не видел а дело в том что слова передавали христиане с поколения в поколение получается что мы знаем о христе его учение благодаря не преданию а передание учения вот он сам вроде бы пишет пишет все правильно блога не уч提 и его ученик и я мы знаем охристи вот оно определению луки от жизни и ученицу с христа мы знаем о жизни и его ученики о жизни и христа и его учения благодаря переданию учениками его учения и наше до нас бы дошла просто уже галиматьях и благодаря я просто читаю уже никак он написал я Я правильно читаю, как надо бы написать. И благодаря переданию и тем людям, вот если так прочитать, что его из поколения в поколение передавали, ты сейчас держишь в руках Евангелие. И я аминь говорю. И сам я, в отличие от тебя, участвую вот в этом. Только не в том, что ты написал, а как я это прочитал. И я передаю людям жизнь и учение Иисуса Христа. Поэтому тех людей, если вместо этого предания, передания поставить, как это и переводится, слово там во всех местах, где Синодалин написал, предание, это передание. Там даже перевод любой, посмотрите. Речь идет о передании. Я славлю этих святых христиан, которые существовали всю историю. И знаю, что он до меня дошел, только благодаря тому, что эти святые люди были, о которых никто никогда не знает. Только знают их имена, у них на камне, как Господь говорил, как нам написано в книге Откровения. Вот и все. Я верю, что такие люди всегда были. И сколько бы ваша лжецерковь не пыталась псевдохристианство извратить, учение Иисуса Христа, она всегда доходила. И всегда дойдет, и всегда будет доходить благодаря таким истинным христианам, святым людям. Да, будет. Которые будут передавать жизни и учение Иисуса Христа. Вот и все. Церковь по-другому собрание верующих во Христа людей. Церковь – это не собрание верующих во Христа людей. Церковь – это тело Христов, состоящее из святых людей, а не из грешников верующих. Не из бесов верующих она состоит. Церковь состоит из святых людей. Если ты блудник, как вы там любите к батюшке ходить, весь в грехе погряз, и из субботы в субботу ходит исповедать грехи, ты никакому телу Христову не принадлежишь. Ты можешь быть кем угодно, ты верующий, бес. Об этом вам сказал Иаков, об этом вам сказал прежде Иисус. Вы, говорит, дети дьявола, потому что он сказал, вы ищете убить меня, и я вам говорю, как Иаков сказал, вы бесы, потому что дел веры вы не имеете. Если бы ты имел веры и дела, ты бы оставил грех, потому что верующий человек это святой человек, в смысле должен быть. Тогда его можно назвать верующим, по-настоящему. А если ты веруешь и ходишь, каешься каждую субботу, верующий человек не грешит, а если согрешает перед каким-то человеком в далеко не смертных грехах, мы все срываемся, у нас всякое бывает, мы тут же раскаем, мы тут же исправляемся на грех. Их нам не нужен никакой поп, никакой полотенчика, никакой посредник. Мы тут же человеку пытаемся изгладить свой грех и загладить его, исправить свою жизнь. Вот и все. Мы не грешники, но мы согрешаем. Об этом говорили все апостолы. И жизнь их не оставлена нам в писаниях Нового Завета. И мы видим, что они тоже погрешали. Погрешали, но они не были грешниками. Они называли друг друга святыми. Поэтому это, по-твоему, церковь собрания верующих. А для меня церковь это святые люди, являющиеся членами тела Христа, тела святого Бога, живого святого Бога. И вот они-то сохраняют Евангелие и будут хранить его до конца. А не верующие бесы. Ты говоришь, Дмитрий, что после прочтения моих комментариев у тебя весь день было плохое настроение. Да это я юродствую, мне до твоих комментариев никакого дела нет. На самом деле, я забыл о них через пять минут. Это я так прикалываюсь. Это еще раз доказывает, что я прав насчет тебя. Ты очень самовлюбленный человек, и поэтому ты от людей ждешь хвалебных понедельников в свой адрес. И когда вместо похвал натыкаешься на критику, ты теряешь свое хорошее настроение, которое есть порождение, самодовольство. Был бы ты смиренный человек, хотя смиренный это не превозношение, это никакого отношения не имеет вообще к тому, что у тебя портится настроение, когда тебя жалят. То критика в твой адрес тебя бы не огорчала. Да это не критика, а бред. Это все мы пропускаем. Человек этого я отправляю с пальмой. С какой пальмой? Как называется-то? Мне действительно целыми днями... Это он первый, тут вот еще активировались. Я сейчас их не буду называть. Посмотрим, что они там опять начнут мне писать. Что я с ним сделал? Вот, а то и... Так. Усё. Видите, на рассмотрении... Каждый раз появляются новые комментарии. Вот, появился человек. Кстати, я сразу вижу новый. И я вот читаю... Можем сразу прочитать. О, как раз меня поносит опять. Очень удачно. Но это хоть новенький человек. А я вот это буду в каше разбирать. Не аватарок, ничего. Опять мы видим. Ничего нет у человека. Я прям при вас, видите, получил и живой комментарий. Ну, что я опять вижу? Буковка И вместо аватарки. Игорь Вячеславович. Ну, сейчас и Игорь Вячеславович, я чувствую, достанется. А давайте перейдем на его каналчик. Посмотрим, кто он есть у нас. Опять никто. Ничего опять непонятно. Что у этого человека? Кто он есть? Вот. А, ну, кстати, я догадываюсь, кто это такой. Ага. Есть у меня убеждение. Так, сейчас прежде чем к Игорь Вячеславович, я еще расскажу по поводу бреда, не которых они втирают людям в голову. Когда я прочитал Евангелие, когда я его читал в синодальном переводе, во-первых, сам Господь меня, кто знает мою историю, я ее рассказывал, скоро буду еще, вот я никак увлекся этим, я сейчас буду немножко, да, то собираться, что-то я распылился по этим записям, то-то-то, вот, хочу в своей жизни-то записать три ролика до покаяния, покаяния, после покаяния. Мне Бог сказал лично, вы помните, я рассказывал, как я сидел там, ну, сейчас, брат, что я буду распыляться, то-есть, я читал Евангелие, меня Бог всегда посещал. Тогда, когда ты рассказал купить, потом, когда меня исповедовал, да, когда открылся мне. Я читаю, я переживаю то, что я никогда в жизни не переживал. Сколько меня наставлял потом Господь, у меня были, кто знает, посещения, да, Господь являлся, ну, невидимо, Иисуса я не видел по плоти, я не знаю, как он выглядит, сейчас или выглядел там, вот, я все это рассказывал, все это свидетельствовал, это чудные вообще были моменты, да, в жизни, вот. Что я испытывал, когда я читал предания, кто этим занимался, этим преданиям, ничего. Я верю в Евангелие не по бумажке, как они, как многие из нас. У меня есть внутреннее свидетельство, доказательство, ты читаешь, что у тебя не просто горение сердцем, как Лука там, помните, и горение сердца, конечно же, с первых дней, когда я читал, я всем рассказывал свою любовь, эту первую, которую я, в отличие от них, храню до сих пор. И верен своему жениху, своему другу, своему брату, жениху, как невесты души, своему брату, своему другу, своему Отцу Небесному, и верен ему, и буду верен до конца. Мне не нужны люди, я не буду поклоняться никогда людям, ни их бреданиям. Я покорился и поклонился только одному существу на земле, моему Творцу. И причем не Аллаху, не Брахме, не всему пантеону небесных богов. Нет, я поклонился, когда прочитал о Боге, пришедшем во плоти. Я пал и поклонился единственному Богу-человеку на земле. Все. И мне никто не нужен. И вы никогда меня не совратите. Никогда. Я, в отличие от вас, свою первую любовь не оставляю. Что у меня происходило? Я три года изучал ортодоксию. Еще два года я изучал протестантизм. Что у меня откликалось, когда я это бредание изучал? Ничего. Горело у меня сердце? Нет. Оно противилось все время. Я ломал себя, думал, ну да, вот как он сейчас пишет. Ну, наверное, были поумнее меня. Ну, наверное, надо это искаженные учения как-то принимать. Как-то их пытаться с Евангелием сшивать. И только когда мне все это надоело, уже все, переломный момент, все, ты вот так вот наполнился, все. Ты это все выблевал из себя и очистился. И все. И я всем рекомендую, даже от опыта, даже не прикасаться. Ну, тянет вас, хотите на опыте добро и зло познать. Ну, пожалуйста. Это дело ваше. Там делать нечего. Это блудилище просто. Будьте со своим женихом, своим братом, своим другом, своим Отцом Небесным. С Богом, пришедшим во платье с Иисусом Христосом. Все. Вот мой ответ. У меня личное свидетельство, когда я читал Новый Завет, Евангелие. В общем, даже не Новый Завет. От посланий бы я не покаялся. Я покаялся именно от Евангелия. Что у меня происходило от Писания? Ничего. Даже не холодно, а я говорю, тошнота. Все эти жития, кто читал, чего там святого? Ничего. И я не верю в это. Я не верю в истинность этих Писаний. Евангелие у меня внутреннее свидетельство. Ты никогда его не поколебаешь, потому что я не по бумажке верю. Не вот здесь, как он говорит, я умом там что-то, понимай. Вот, умным сердцем. У меня вот здесь свидетельство истины. Его не выдрать, его не объяснить, ничего не сделать. Оно просто здесь. Я не вот так, как они верят. Я знаю истину. Я никогда ничего подобного в жизни не переживал до тех моментов, когда я взял в руки Евангелие. Вот так вот. Поэтому все эти предания, бредания, это все ерунда. Ну ладно, давайте заодно еще тут вот. Евгений больше не верит в имя Иисуса Христа. Писание говорит, что так поступают антихристы. Дима, если он твой братец, ты готов отрекаться от имени Иисуса. Тебе нужно переделать название канала, например, на свидетелей Эля или Эля Люб. Потому что Иисус Христос, по словам Евангелия, это выдумка. По словам Евгения, это выдумка, мерзость, прозвище. Ты готов дальше подлизываться и лицемерить? Ну вот, вот я прочитал комментарий. Я пропущу его. В принципе, он прямо меня совсем не обидел. Или даже совсем не обидел, я не знаю. Ну, подлизываться он считает, что я подлизываюсь. Я лицемерен. А я вам опять публично скажу. Хочу его добивать. И сейчас меня за это будут жалить. Кто-то вчера еще что-то написал. А я не хочу его добивать. Я хочу, чтобы он увидел, да, мое доброе расположение. Вы помните, как о Господе сказано. Трости надломленные не доломает. И льна, еле дымящегося, не затушит. Я не хочу его добивать. Не хочу. Вы можете задолбать его там. Я представляю, что у него там на канале делается. Я вам специально показываю это. Может, у вас хоть что-то милосердного в сердце затрепещет. Я не хочу его добивать. Все, что человек вот сейчас опять написал. Давайте разберем его комментарии. Можно было бы отдельно записать. Уже, да ладно, до часа догоним. Я не хочу отдельно ролик над тем писать по Жене. Я не зря записал уже ролик. Поэтому я даже его выделять не хочу. Я в этом ролике сказал в Христолюбе о Девятьярове. Я не говорил, что я согласен. Я вообще сказал, что я эту тему пока трогать не буду. Я не знаю то, что с Женей творится. У него личное откровение. Я кто, что буду между ним и Богом власть? Что я могу? Тыкать я его могу? Потопить его? Или что я буду с ним делать? Я ничего пока делать не буду. Свои мысли потом я могу и на эту тему высказать. Об Иисусе Христе ищу что-то. То, что вы соблазняетесь. Да у вас самих стержней никакого нету. Просто вот и все. Никакого. Что-то проповедник сказал, вы сразу вот так заколыхались. А что вы колыхаетесь-то? Ну, верьте, как верите. Я говорю, отзывается здесь сердце. Так ты принимай это истинно для тебя. Нет. Оставь это. Человека не топи в грязь, лицом его в дерьмо не затыкаю его. Чего вы делаете-то вечно? Кто дал вам право лично человека обижать? Иисус этого не делал. Группы людей. Грехи народа. Или каких-то должностей. Он делал. Фарисеи, садуги, все эти лжепартии, которые воссели там. Он обличал их представителей. В третьем лице. Как это делаю я по образу моего спасителя. Я это делаю по его образу. Я бы этого не делал, если бы этого не делал Иисус. Поэтому вот эти вот. Человек тоже пишет, как я говорю. Что я должен из этого вынести? Нет. Ну, я не прочь написал. Написал. Мне вот это никак как-то не задело вообще. Я не знаю, что ему ответить. Можем еще раз по предложению разобрать. Евгений больше не верит в имя Иисуса Христа. Это его право пока вошло. И то, я говорю, что вы сразу судите? Мало ли что у человека поколебался. Откровение. Подождите немного. Что вы бежите уже все, все импульсивно выдавать? Верит, не верит в имя Иисуса Христа? Сегодня верит, завтра опять не верит. Может это действительно обольщение? И он скажет, да, я был. Вот мне показалось. Все. Что сразу молоть воду в ступе? Писание говорит. И сразу ярлыки. И Писание говорит, что так поступают антихристы. Я говорю, заметьте, обращайте внимание. Человек судит лично человека. Пишет это публично. Иисус так не делал. Ты не на группу людей повесил, так думающих. Ты говоришь конкретно о Жене. Дима, если он твой братец, ты готов отрекаться от имени Иисуса. Я этого не говорил, что я отрекаюсь от имени Иисуса. Петр со всеми. Через несколько часов отреклись от Иисуса. Он их назвал. Говорит, я называю вас братьями. Потому что открыл вам все. Женя против меня лично ничем не погрешил. И пока я не могу сказать, что он грешит против истины. И это мое тоже личное мнение. Я вообще не претендую на истину в этом плане. Я пока беру паузу. Я смотрю. И то. Я вообще никого никогда лично не буду осуждать. Если Женя завтра ударится в мусульманство или кто-либо другой, я вообще об этом забуду. Вот и все. И не буду публично там рассказывать. Вы знаете, был такой проповедник Девятьяров, потом в мусульманство ударился. Это личное дело каждого человека. Завтра он покается. Вот и все. Я сказал свою позицию. И я эту позицию вам говорю всегда. Основанный на Евангелии Иисуса Христа. Потому что он так никогда не поступал. И не надо не приводить там пророков из Библии куски вырывать. Кто там кого обличал. Что мой учитель, мой пример, это Иисус. Он так не делал. Ну и сразу море советов мне. Тебе надо переделать название канала, например, на свидетелей Эля. Я могу с юмором отнестись к этому. Во-первых, я себя никогда свидетелем не называл. Это раз. Даже Иисус Христа. Или Эля Люба. Ну, повеселись. Вот твой комментарий. Пожалуйста. Пусть все повеселятся. Я не против. Мы своей злобой сами себя позорим. Просто вот и все. Всегда. Почему я не общаюсь с такими людьми? А какой понт мне общаться с человеком? Я не общаюсь с людьми, других поносящих. Я стараюсь очень кратко это делать. Сегодня ты его поносишь. Завтра ты меня будешь поносить. У меня на тебя надежды никакой. И не потому, что для тебя истина дороже. Да ты мне сначала скажи об этой истине. Что я против истины? Где я погрешил? Потому, что Иисус Христос по словам Евгения. Что ты мне советуешь, Эля Люба? О том, что я его братом называю? Да, называю. И что? И что? Иисус назвал братьями, зная, что они только что им пророчество. И предсказывая, что он Петр. Иуда его предаст. А Иуда еще сидит вместе с ним. Он говорит, называю вас братьями. Петру говорит, ты предашь меня. И называет его братом. И не знаю, насколько я слушал. Может быть я неправильно понял. А слушал я все целиком. От начала до конца. Человек пишет, что Иисус Христос по словам Евгения. Это выдумка, мерзость, прозвище. Он не говорил, что Иисус Христос это прозвище. Или я, может, что-то не так тоже понял. Надо во всех вещах разбираться. Насколько я помню, Женя говорил об аббревиатуре Ихтис. И я знаю, что она значит. Он не говорил, что Иисус Христос это прозвище. Он сказал Ихтис. А Ихтис это не совсем то. Надо вам рассказывать, или вы сами разберетесь. Ихтис это слово греческое, рыба означающее. И люди увидели в этих словах, в Ихтис. Первые буквы, знаете как мы, СССР, Совет, как он там был, социалистических, что-то, союз Советских, Социалистических Республик. В слове Ихтис, в слове рыба, как оно написано на греческом, все эти буквы, первые буквы, они собрали Иисус Христос, спаситель мира, что-то там. Пять букв получил. Все точно так же, как РСФСР. Что там, Российское СССР, что там, СССР, что там, СССР, что там, СССР, русских республик. Вот и все. Ну, Жене не нравится это Ихтис. Я не слышал, чтобы он сказал Иисус Христос, это прозвище. Да и не хочу я это разбирать, хотя уже в это ударяюсь. Я скажу потом как-нибудь свое мнение на это вещи. Вот и все. Ты готов дальше подлизываться и лицемерить? Я не подлизываюсь, не лицемерю. То, что я сказал, это было от сердца. А Жене мой был добрый посыл. Вот и все. Вы все готовы затоптать человека и с дерьмом его смешать? И я не сомневаюсь, что сейчас будут литься эти комментарии. Все жаждали, что я там что-нибудь такое начну. Поносить его, да, все это разбирать. А я не буду. Я не буду. Мне что надо, я Жене лично скажу, позвоню. Если он захочет, мы можем выложить нашу беседу, поговорить об имени Божьем, о всех этих интерпретациях. Но я вижу, что сейчас это не место. Я тоже не совсем пойму, какое у него душевное состояние. Мы далеко живем. Я не знаю, что с ним тоже до конца творится. В том плане, хорошо ли ему, плохо. Я боюсь что-то сделать не так. А то меня все упрекают, что я такой вот злодей. Да нет, как раз я очень бережно к людям отношусь, которых знаю, которых вижу реально в лицо. И я задумываюсь о том, не наврежу ли я. Все думают, что я или что, это холодно. Нет. Это от точно такой же бережливости. Потому что я не знаю, как мне себя вести. Я вижу столько же, сколько и вы видите. 5-6 минут ролики, 10. Откуда я знаю, что там творится до конца. И мы не настолько с Женей близки, чтобы я вот так мог ему просто позвонить. Есть у меня брать и сестры, с которыми мы душа в душу живем изо дня в день. В простоте общаясь там, в телеграме, как в соседних комнатах, вечно на связи. С Женей мы общаемся вот посредством скайпа. Очень редко. Несколько раз все общались. Там 3-5 в общем, наверное, сложности. Вот и все. Ну вот я кратенько дал такой за Женю. Вот пусть это в одном ролике будет. Появляются там новые какие-то где-то. Они сейчас... Почему я этого забанил? Я вам уже объяснил. Уже еще 2 из тех амнистированных появилось. Сейчас они будут долбать. Представляете, сколько будет на рассмотрение у меня комментариев. Я вот так даже новых. Они же все вон одни и те же невидимые буковки. Сидишь даже, сидишь вот всматриваешься. И все равно ты автоматически... У тебя желание прочитать. Ну а вдруг он что-то здравое тебе напишет. Вдруг он изменил свою мысль. А он все то же самое. Несет и несет. Вот и все. Я вам хотел просто внутреннюю жизнь показать. Живую жизнь. Это эксперимент. Онлайн и впервые. Вот. Конечно же, когда я проведу амнистию через полгода, я вам уже этот бред не буду зачитывать. Ну в смысле, я допустим амнистирую человека. Он что-то пишет. Если здравое, да. А если нет, я просто буду дальше забанивать, как вам я говорил. Уже, конечно, второй раз в жизни такого никогда делать не буду. Зачем я буду опять по кругу? У него через полгода ничего не изменится. Опять он будет мне этой лабудой закидывать. Зачем мне это надо? Пусть живет как хочет. Вот так вот. Ну все. На сегодня все. Все мои контакты у вас всегда на экране. Кому я нужен? Раз такой сильный, я говорю, яви себя миру. Мы посмотрим, как ты будешь на свою голову помоет. Смотри. Что-то я не видел Иисуса целыми днями с иудеями спорящимися. Да, много. Он ходил, благоествовал, учил. Чем ты занимаешься? Я не вижу твоего ни благовестия, ни учительства. На ваши каналы переходишь. Там ничего нет. Ты христианин, яви себя миру. Если ты не трус, ты ничего не боишься. Ты такой крепкий, нечиславный. Ну-ка, давай, покажи пример в себе, образец дай. Вот так вот. Делаю это, я говорю, чтобы другим. Нет, все равно я бы в этот раз вообще даже не читать бы не стал. Опять бы забанил, да и все. Ну, делаю это для кого-то, для назидания. Кто-то, может, свой канал заведет. И уже пойдет по протоптанным дорожкам. Будет знать, как себя вести. Про настроение, то, что я сказал, это все так. Через полчаса обо всем этом забываешь. Зло не имеет сущности. Растворяется вот именно. Есть кто меня и по головке погладит, и доброе слово скажет. Есть люди нормальные. Вот и все. Так что... Так что вот так вот. Подписывайтесь на мои каналы. Три канала, вы знаете, у меня есть. Ставьте лайк, если ролик понравился. Кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. Несение евангельской истины, а не бреда не человеческих, да. Мое передание Евангелие. И поделитесь этим роликом. Кому, считаете, принесет он пользу. Пользу, радость и отраду. Ну и все. Вы помните заповедь Иисуса Христа, его учения. Как он говорил. Что вы зовете меня, Господи, не Господи, на гордой проповеди по луке. И не делайте того, что я говорю. Но вам, слушающим, говорю. Любите врагов ваших. Благотворите ненавидящих вас. Благословляйте проклинающих вас. И молитесь за обижающих вас. В Евангелии на прощальном ужине говорил. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Почему новую-то? Как я. Теперь у вас есть пример и путь жизни. Как я возлюбил вас, так и вы. Не как бредание. Не как Павел, апостол, Кифа, Петр, пророки, праведники. А как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.